Paparad Smart Proster — это уникальное место, это креативное пространство для тех, кто хочет работать, создавать новые идеи, строить бизнес, для тех, кто хочет общаться и получать новые знания, для тех, кто хочет делиться опытом и получать его. И все это в атмосферном месте, со стильным интерьером. У нас комфортный каворкинг, просторные конференц-залы, уютные переговорные. Хочу сказать, что наши конференц-залы самые красивые в Черновцах. Я прошу прощения за свой голос, мне очень тяжело сейчас говорить. У нас много других сервисов, которые мы намерены дополнять и дополнять. Мы уникальны. Мы уникальны не только своим присутствием, не только красотой площадки, форматом. Самое главное — это наша цель. Наша цель — создать сообщество, комьюнити активных, творческих, талантливых, креативных людей, которые стремятся к общению из такого сообщества единомышленников. На нашей площадке вы можете посетить интереснейшие события, послушать крутых спикеров, успешных людей со всей Украины, соприкоснуться с самым ценным — это с их опытом и знаниями. Итак, мы сегодня говорим о решающем выборе. Я хочу сказать, что решающий выбор — это про меня, это про решение, которое очень сильно изменило мою жизнь и жизнь моей семьи. Про меня и папороти. Дело в том, что уже довольно длительное время я, моя семья, мы живем в городе Киеве. Все это время я строила карьеру, я развивалась в банковском секторе, я достигла высокого уровня. Но все это время, даже вот в этом строгом мире банковских цифр, процедур, мне всегда чего-то не хватало. Мне хотелось реализовать свой творческий потенциал. Мне хотелось создавать новые идеи, выходить за рамки. Киев — мегаполис. Скорость движения молекул очень высока. И вот в этом таком сумасшедшем ритме, в этом темпе моем случилась такая не то чтобы остановка, а замедление. Мой декрет. Люди, у которых есть дети, понимают, что декрет на самом деле — это никакое не замедление, это просто переключение на другую волну. Это переключение на другую волну. В этот период произошла такая очень колоссальная переоценка ценностей. Для меня это был период, когда новые обстоятельства ворвались в мою жизнь и полностью перевернули мое сознание. Я с восторгом для себя открыла колоссальное количество возможностей для творческой реализации, своей творческой реализации. Я попробовала себя в фотографии, в дизайне интерьера. Мне все это безумно понравилось, но я искала дальше. Меня завораживали места, где творческие, креативные люди могут прийти, пообщаться, вдохновиться, получить новые знания, приобщиться к этому сообществу и комьюнити. Я говорю о хабах. Это очень классное движение, которое пришло к нам, этот глобальный тренд. Он захватил мир. И не только Киев и крупные города. Львов, Ровно, Тернополь, Ивано-Франковск. Молодежь как никогда устремлена в сторону развития, общения, обучения. Это очень положительно. Приезжая в родные Черновцы, мы видели, что здесь немного не хватает этих площадок. Хотя Черновцы – это прекрасно. Не потому, что мой родной. Потому что я понимаю, что это город с огромной культурной историей, с огромным творческим потенциалом, интеллектуальным потенциалом. Посмотрите, сколько у нас вузов, сколько у нас студентов, молодых людей, которые мечтают, к чему-то стремятся, ставят цели. Вот именно таким образом родилась идея создания смарт-пространства. Идея, которая поставила нас перед очень серьезным выбором, который впоследствии стал решающим для нас. Давайте поговорим о выборе. Что такое выбор? Выбор – это решение. А решающий выбор – это очень серьезное решение. И любое сложное решение, любой выбор я рассматриваю как процесс. И, собственно говоря, как любую сложную задачу. Его можно разделить на этапы и тем самым облегчить для себя эту задачу. Какие этапы мы можем рассмотреть? Предпосылки для создания ситуации выбора. Этап принятия человеком необходимости этого выбора. Я для себя поняла, что если я сейчас этого не сделаю, я не сделаю этого никогда. Соответственно, следующий этап – это поиск вариантов и оценка последствий этих вариантов. Ну и, соответственно, выбор оптимального варианта. Это все красиво в теории. Что мы видим в жизни? В жизни существует масса факторов, которые влияют на наш выбор. И либо дополняют нашу цепочку этапов, либо разрушают ее. Давайте поговорим о том, что влияет на наш выбор. У нас есть ситуация. Два молодых человека, оба они очень симпатичны, они о чем-то мечтают. У обоих из них есть мечты. И есть один и тот же набор факторов, которые очень по-разному могут повлиять на наших героев. Один из них – молодой человек в зеленой футболке. Он озадачен. У него есть идея. Он хочет ее реализовать. Он вдохновлен. У него есть поддержка близких. Очень важный фактор – поддержка близких. Он ищет, он готов, он открыт к поиску вариантов, получению максимальной информации. Скорость движения – он активный. У него активная жизненная позиция. Он обладает знаниями, навыками, что имеется в виду объективная подготовленность. И, соответственно, он психологически готов, субъективная готовность. Что мы видим с нашим вторым молодым человеком? Он не менее симпатичен, но он скорее растерян. Все вышеперечисленные факторы у него работают со знаком минус. Я беру полярные ситуации, они более ярко показывают, демонстрируют влияние. Возможно, у него недозрела идея, или у него меньше, или отсутствует полностью источник вдохновения. Возможно, его не поддерживают его близкие, его окружение. Он, возможно, менее пассивная жизненная позиция. Соответственно, он просто не готов, он боится сделать выбор. Что мы видим в результате? Наш первый молодой человек уже улыбается, он добился своего, все факторы сыграли, он обернул ситуацию в свою пользу. Он воспользовался всеми возможностями. Что мы видим? Второй наш молодой человек, он по-прежнему растерян, и его мечты остались мечтами. Что я этим хочу сказать? На самом деле на 100% никто никогда не готов. Но как это происходит со мной лично, когда я вижу новые возможности перед собой, я уже испытываю дискомфорт на уровне мышления. Мне кажется, что так устроены все. Возможно, мне кажется. Но здесь очень важно найти тот ресурс, найти источник вдохновения для того, чтобы мотивировать себя, для того, чтобы сделать шаг, для того, чтобы принять это решение. Чем я вдохновляюсь? Я эстет. Мне нравится, когда вокруг красота. Когда смотришь в окно, и глаз радуется. Природа, город. Собственно говоря, поэтому смарт-пространство, и поэтому оно так и выглядит. Очень важный фактор – это вариативность выбора. Я хочу на нем остановиться и сказать о том, что надо всегда стараться увидеть максимальное количество вариантов. Увидеть, проработать, проанализировать. Это даст возможность выбрать оптимальный. Черчилль прав. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Это и есть наши варианты. Когда мы приняли решение создать смарт-пространство «Папороть», мы как раз думали об этом количестве вариантов, которые молодые, и не только молодые люди в Черновцах получат для… и люди, которые стремятся к своей цели, которые стоят перед сложным решением, для них мы хотим дать наибольшее количество… Одна из возможностей – получить больше информации, увидеть больше вариантов. Именно поэтому мой выбор, выбор моей семьи не был сложным. Выбор о создании смарт-пространства «Папороть». Потому что этот выбор связан с нашим будущим. Это выбор в пользу нового, в пользу инноваций, в пользу развития. Самый главный принцип, которым я руководствуюсь – это четко представить себе свою цель. Даже своего ребенка я всегда учу. Всегда знаю, что ты хочешь. Нужно четко представить себе конечный результат. Нужно слушать свое сердце, а не поддаваться влиянию обстоятельств. Будьте смелыми. Не бойтесь выбирать сложный путь, а не легкий. Потому что жизнь не дарит подарков тем, кто идет по пути наименьшего сопротивления. Рискуйте, мечтайте, никогда не останавливайтесь на достигнутом. И побеждайте. Делайте свой выбор. Ведь правильный выбор в самый решающий момент способен круто изменить вашу жизнь. Шукай и знайди свою фитку папороти.